Девушки отдыхают Так, наладиваем наш аппарат Проверяем резкость Надеемся, идет съемка нормальная, прямую придачу Последние ваши лучи по качеству Лучше? Я пробую немножко ближе делать камеру Я меняю ее положение Вы не накрываете пленкой Да, пленку я убрал И она звук как бы сбивает, ну, вектор А видимость лучше И звук, и видимость Окей Окей, опять-таки, давайте, значит, для начала Мы начинаем сегодня третью книгу Торы Третья книга Моисея Четвертую Четвертую А, правильно Четвертую книгу Моисея Правильно, спасибо за поправку Четвертая книга Четвертая книга Так, есть Значит, мы закончили бытие Мы закончили исход Мы закончили левиты, начиная с числа То есть, первая книга была создание мира Все философские такие понятия Вторая книга закрепощение в Египте И выходе из Египта Третья книга Третья книга Детальные Детали Торы Какие законы И сейчас на числа Мы приходим Мы приходим на числа Хоть по наеврите Она называется Глава Книга называется Бамидба Бамидба Буквально переводит Пустыню У нас это переводится по-русски Как бы числа Не знаю, почему так переводится Почему пустыня? Потому что сорок лет И времени пройдет в пустыне Как вышли из Египта И сейчас начинаются Основные положения Торы как бы уже были даны И начинается Описание, что было в пустыне Интересно, что за сорок лет в пустыне Примерно описывается, ну где-то меньше, чем двух лет Первые два года, полтора года И последний год А тридцать восемь год Последний не описывается То есть чем Египта занимались Тридцать восемь лет Большинственное время в пустыне Не говорится Тора ничего об этом не говорит Но конечно мы предполагаем, что Формирование нации проходило Учили Тору, учили закону Организовывали армию Организовывали суд Организовывали... То есть вся нация складывалась В эти сорок лет формирование происходило То есть когда уже после этого В конце сорокого года Перешли из пустыни Синайский дизайн Полностью нас уже было готово Во всех отношениях И в религиозном отношении И в практическом отношении И военном отношении То есть все инстанции были как бы уже сделаны Вот начинаем значит Бамидбар Первую главу Ну давайте начнем Михаил Первая глава книги Бамидбар Первое слово И сказал Господь Моисеев Войны у Израиля По ополчениям их Ищи среди их Ты и Аарон С вами должны быть Из каждого колена По одному человеку Который вроде своем Есть главный Комиссаров Ага Нет Командир Комиссар Это другой И вот имена мужей Которые будут с вами Комиссар Это Равин Правильно Окей Вот И вот имена мужей Которые будут с вами От Рувима Елицур Сын Шедуара От Симеона Шемумиил Сын Суриша Даля Язык сломать Лучше Можно сломать язык Да От Иуды Наасон Сын Аминадала От Исахара Нафанаил Сын Суара От Завумона Елеан Сын Сын От Сыновья Осипа От Ифрема Елешама Сын Аммиуда От Моносии Гамаил Сын Патсура От Вениамина Авидан Сын Гидиания От Гана Афиезе Сын Амишахада Я От Асира Багеир Сын От Страна Вот Гада Еле Сав Сын Рагуима От Нехаи Лима Афира Сын Генана Этот Избранный Ему Живот И что Начальники Колен Отцов Сын Так Ставьте На Минутку Сделаем Комментарии Ребята Значит В Торе Опять таки Мы говорили Мы изучаем Тору Сейчас На первом Так сказать Проходе Первый раз Мы проходим через Тору То есть Моя задача Нашего клуба Задача Из Ужнать В общих Не проходим Слишком глубоко Но когда Начинается Уже У нас есть Какие-то Базы Теперь Когда Вышиваешь Уголки Так Нужно Ячейку Номер восемь Связать Ячейку Номер шесть Начинается Какая-то Корреляция Между 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 Счет Игрей Происходил Несколько Раз До этого В исходе Не знаю Помните ли вы Ребята Там был такой Пункт Я сейчас не хочу Туда Перебрасываться Но был пункт Когда Бог говорил Когда вы будете делать счет Делайте его Таким-то образом И объясняется Каким образом Происходит счет Это было Висходно То есть те люди Когда мы начинаем Уже изучать Тору Второе Третье Сколько раз Уже мы знаем Как бы Сначала до конца Мы начинаем Сопоставлять А что говорилось В этой главе А почему она Немножко не так В той главе То есть мы как бы Сравниваем То есть здесь Сейчас вот Первый раз Счет делается В исходе Было задание его делать А теперь он конкретно Делает отсчет Вышли из Египта Значит у Израиля Было сколько колен Сколько сыновей Двенадцать Двенадцать сыновей И одна дочка Из этих двенадцать человек Сыновей Шестеро было От его жены Двеи Двое Йосифы Беньяны От жены Рахель Это значит восемь А остальные четыре От двух Как бы Я не знаю как переводить Жены они Или наложницы То они были Еще две жены Они Медраж говорит Тоже были сестры Лея и Рахель Но они были Как бы Не на столько Одинаковом положении Как их Главные Гражданские Разные Разные материалы Разные материалы Разные материалы Четыре Значит этих Двенадцать колен Считается Каждый раз по-разному Скажем Первый Первый сын Первый был Рувер После Рувина Был Шимон После Шимона Был Левий После Левий Был Ехуда Мы называемся Евреем Ехудим Иуда 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 Четвертый сын И так продолжается дальше Значит Левий Третий сын Израиля От него идут кто? Левиты Левиты А сейчас Священники А сейчас Ну они как бы Помощники священников А самая высшая Так бы часть Левитов Называется Кохани Это сыны И внуки Аарона Из них идут Как раз Самые священники А Левиты им Как бы вспомогательные функции Пами делают То есть Время Леви Третья Сыну Была задача Даниматься Духовными вещами Опять таки Мы много раз говорим Если вопрос У человека есть Там у фермера Инженера Есть какой то вопрос По Торе Он работает Но мы работаем У нас нет Время изучать все детально Но он идет К Левитам Идет Коханим И у них есть книжка Номер восемь Пункт шестнадцати Косерна Некосерна У них есть ответ То есть их дело Их задача была Заниматься духовными вещами Поэтому у них В Израиле Не было дано Наследие Одиннадцать сынам Израиля У всех было Определенное Вот в Хайфе Будет у Дана На юге В Бершевске Там будет у Шимона И так далее А у Левит не было То есть Левиты Должны были Заниматься в храме И Они в каждом городе Были как бы У них представители Помогать тем людям Которым нужны советы По Торе Как жить Вот в этом В этом пересказе Нету Леви Третьего сына Есть все одиннадцать Но все равно Перечислено двенадцать Потому что двенадцать Должно быть все время Вместо Леви Замещается сына Йосифа Два сына Йосифа Ифраим И Минаши Вот они двое Если их посчитать Получается двенадцать Но иногда В других моментах Торы Когда двенадцать Перечисляется Леви включается То есть в определенных Ситуациях Леви включается А в определенных Ситуациях Он не включается Вместо него Идут два сына Йосифа Это в Торе все Это не кто Как переводит А именно Так оно и есть Так в Торе и написано Вот здесь мы прочитали все имена И у них Здесь было Не было Леви Но было и Фраим Иминаши В этом Почитали И суммируется все вместе Сколько их вместе получилось Давайте перепрыгнем В конец Результаты Какой переписи Получилось Сейчас мы найдем Пункт 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 Ага 46 Пункт 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 И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановить скинию, пусть ставят ее левиты. И если приступят, то посторонние, при этом будут смертью. Сыны Израилева должны становиться каждой в стане своем и каждый при своем знамом, по окончениям своим. А левиты должны ставить статус по скинию откровения, чтобы не было гнева на общество на Резаиле. И будут левиты стоять и скажут, что скиния откровения. И сделали сыны Израилев, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Так, остановитесь на минутку и проанализируем, что мы сейчас прочитали. Значит, опять-таки, вот здесь понятно, какая была задача левита. Какая-то она объясняется. Значит, 600 тысяч человек. 603, 550. В следующий раз, когда будет через концу 40 лет изменится количество людей, кто-то умрет, кто-то родится, опять будет перепись. И там опять будет говориться через несколько глав, будет говориться, сколько было человек. И люди, которые анализируют туру, сравнивают. Почему здесь, скажем, будет 603, а там дальше будет только, скажем, 601, 150. Куда 2309? Серьезно, пишите, поводят. Но почему меньше? Почему стало меньше? Почему стало больше? Почему это племя уменьшилось, а это племя увеличилось? На это все есть большие рассуждения. Через разум, это не анализируют. Но на другом плане, так сказать, нужно на это обращать внимание. Кстати, если было примерно 600 тысяч человек, мужчина, 20 лет, то значит, все количество, сколько было человек было в мужчине? Три-четыре раза больше. Примерно, да, то есть где-то примерно 2,5-3 миллиона людей в общем было. Скажем, 600 тысяч мужчин, столько же женщин, потом меньше 20 лет. Молодежь там, может быть, еще был миллион. То есть где-то примерно около 3 миллионов все было количества. Теперь перейдем, значит, Иосиф, прочитаю сейчас, сделаю обратно. Глава 2, пункт 1. И поехали. И поехали, Иосиф. Машей Иорук. Говорит, каждый признамене сверху, значками отчего дома их достоят сыны Израиля, стоят сыны Израиля своим станом, поодаль от шатра Соборного. Восток. И я вам сейчас покажу фотоаппарат, вот в моей книге здесь, у вас, ребята, нету, в моем издании есть. Есть диаграмма. Сейчас покажу ближе фотоаппарат. Диаграмма здесь написана, как она показана. Мишкан, то есть святая, святых было посредине. Сыновья Аарона были здесь. Каханимы были здесь вокруг. А в самом вокруг всего были все 12 сыновей. То есть все 12 сыновей окружили, в центре был ковчег. Третьим кольцом. Кольцом. То есть Тора была в центре, прямо в центре нашей жизни. Давайте дальше, Иосиф. Стоящий Станом впереди к востоку, знамя Стана Иуды, по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Нахшон, сын Амидидава, и воинство его исчислено у него 74 тысячи 600. Так, так, сейчас не будем это продолжать. Это тоже, это как бы домашнее задание, домашняя работа. Но, в общем, что дальше происходит здесь, на каждой из сыновей описывается, какой у них была знамена, эмблема племени, что она означает, каким образом в дальнейшем Талмуд объясняет значимость, почему такой значок или такой значок. Всё это происходит, идёт, идёт описание, и доходит до... И доходим до... Глава третья, два третья, пункт одиннадцатый. И Господь сказал Маше, да? Ага. Говоря, я ведь взял левитов из среды сынов Израиля, вместо всех первенцев, разверзающих чрево, их и сынов Израиля, и дабы левиты были моими. Так, остановимся здесь тоже. Интересный здесь варьер. Значит, что мы сейчас представим, что я взял левитов вместо первенцев. Значит, план был такой вначале. Когда вышли евреи из Израиля, и Бог сказал, у вас у всех будут дети, первенец будет заниматься торой. Первый родился, у него... Его задача... Второй, третий будет помогать папе по ферме, этот будет молочник, этот будет инженером, а первый у него задача будет торой. То есть, после того, как человек пришёл с работы, садится за стол, ну как сегодня поработать? О, хорошо, хорошо. А как вам тебе? О, тоже хорошо. Вот я не знаю, я сейчас собрал яблоки, и нужно десятину отдавать храму, или это яблоко кошерное, или не кошерное? О, старший шин говорит, а, это яблоко кошерное, потому что оно такое-такое всё объясняет. То в каждой семье был местный экспорт по торе. Но поскольку евреи согрешили, сделали себе золотого цельца, Бог скажет, ребята, я не уверен, что вы сможете в этой ситуации функционировать. Если я вам дам подделать свою жизнь, решать сами, я думаю, вы можете. Конечно, это не значит, что мы говорим, что Бог сказал я не смог. Это как бы фигурально говоря. Но говорит, я дам возможность сами собой управлять. Вам не нужен ни царь, ничего. Всё, что вам есть, нужно. Что вам нужно, у вас есть. Но мы не могли. Вы не могли это пользоваться. Начинали свои распри... Только я отвернулся на минутку, тогда сделаем так. Никаких первенцов не будет. Пусть они работают, как вы хотите. А всё племя львитов заменит этих первенцов. И опять-таки, мы сейчас не будем считать, но для тех инженеров, я уверен, Виктор в Мурманске, потому что у него инженерная такая жилка, будет сидеть там в 11 часов вечера и считать, сколько львитов было. Мы сейчас делаем перечисление. И сколько было первенцов. И оказывается, если... Одинаково. Оказывается, как раз не одинаково. То есть, если после всех первенцов из всего места прибавить, из всех львитов первенцов было, по-моему, 273 человека больше. Не больше. Ток-бор сказал, значит, львитов сделали, а как же остальные 273? И он сделал специальный механизм, что как бы выкупить этих 273 человека определенным образом. Но опять-таки, после того, как мы пройдем через Тору, вот такие моменты сам по себе можно разговаривать. Почему 273? А почему не 286? А почему было больше... А почему... Мы идем с того положения, что в Торе ничего нету случайно. Что получилось, значит, Бог имел какой-то план. Почему Он делал больше первенцов, а не больше львитов? То есть, на все это есть вопросы. В Торе ответы есть, в Талмуде ответы есть, в Медраше есть ответы, в Кабале есть ответы. Но пока что мы не приходим, просто показать, что вот пока что мы только приходим, проходим на как бы механическое сварение, переварение первоначального материала. Да. Поэтому, значит, дальше проведем. Давайте так. Ага. Значит, львиты и кавханимы вокруг храма, а все... Весь Израиль, все 3 миллиона вокруг. В заведении. Меньше, чем примерно. Ну, уже там... Ну, 2,5. 2,5. Меньше. Так, сейчас... Ага. Вот давайте теперь ставим. Ага. Голова 4. Пункт... 4. Что я заберу? 4,4. Ну, 4,4. Вот работа с умов. Да. 4,4. Ага. Так, вот работа с умов. 5,5. То есть, от того из детей внуков Аарона. Ага. У святого святых. Войдут Аарон и сыны его, когда станут, готовятся к отходу и снимут завесу, закрывающую, покроет ей ковчег откровения и положат на него покров из кож тахашевых и накинут покрывало все из синиты сверху и ставят шесты его. А на столе предложения расстелят покрывало из синиты, поставят на него блюда и ложки, и кружки, и чаши для возлияния, и хлеб постоянный, да будет иной. И расстелят на него покрывало багряное, покроют его покрывалами из кож тахашевых ставят шесты, возьмут покрывало из синиты, покроют светильник, лопавы. То есть, опять-таки, я извиняюсь, я перевераю постоянно, но, значит, здесь есть, описывается, каким образом, значит, мы знаем, какая у левитов задача, то есть, они как бы помощники каханими в храме, и здесь точно написано, когда Бог говорит снимайтесь, упокойтесь, не нужно было думать, кто что будет делать, вся система сделана, левиты, вот это, вот эта семья упокоится, тры, вот эта семья собирают там стойки, эта семья забирают крюки, это делают на лошади, у некоторых были больше животные, валы, лошади у некоторых не было, если тяжелые речи несешь, конечно, нужны там валы, если легкие речи несли пешком, то есть, вся эта система, после того, как снимается весь лагерь, идти в определенное направление, сначала вот это племя, как подумать, сначала должно быть примена идти, сначала идут племена, потом начинается двигать сам центр, шатер, потом начинается задняя часть, представьте, если в середине храм, а вокруг 12 племен, если нужно ездить на восток, идти, кому начинать сначала? Не заднему плану, разврату 360 градусов, а который уже туда смотрит, да, уже пошел, все это дело, оркестровка всего дела, была целая наука, представьте, я представляю ситуацию, когда люди стоят с флосками и поднимают, полк номер 8, правая нога вперед, пол номер 8, вам идти на лево, снимает это, все это дело, вся система выработана, до малейшей детали, устав, устав, армейский устав получается, давайте, Михаил, прочитайте, уже почти у конца этой главы, глава, 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 четвертая, пункт 19, сейчас я возьму фотоаппарат, 19, ага, так, и сказал Господь Моисею и Аарон, говоря, не погубите колено племен кафовых и среди левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых, а Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого служению его и уноши его, мы сами не должны подходить, смотреть к светлению, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Окей, значит, теперь, хорошо, прочитали, значит, теперь мы закончили главу Бамидба, то есть книга Бамидба, книга числа начинается разделом, который тоже называется Бамидба, то есть одна раздел имеет то же самое имя, как и вся книга, обычно в Тории делается первый раздел имеет то же самое слово, как и вся книга, то есть в этой главе просто дается установление, как Михаилов сказал, уста, было примерно девятнадцать, я тоже не помню, девятнадцать походов в пустыне за сорок лет, опять представляете, вот пришли, вышли из Египта ночью, помните, ночью вышли, ну к утру примерно вышли, ночью первенцы египтянские были убиты, идут люди, кони, валы, все, все, что можно было нести с собой, идешь медленно, знаете, как сколько скорость, три миллиона людей ходить, не так-то быстро, и никогда не знаешь, когда Бог сказал, остановитесь, то есть когда человек остановился, может быть мы здесь будем сидеть десять лет, а может быть мы здесь будем сидеть десять минут, тоже никогда не знаешь, то есть как говорится по русски выражение сидишь на чемоленке, то есть нет такого людей не было до сорок лет такой ситуации, Бог не сказал, Вам будет сорок лет в пустыне и Вам первая остановка будет два года, вторая остановка будет три недели, третья остановка будет восемь лет, не было такого плана, потому что если такой план был, вот так себе ага, если здесь буду сидеть всего два дня, зачем мне распаковывать все свои вещи, через два дня нужно идти, если У меня 10 лет, так можно все распаковаться, построить дом из цемента, все. Бог тогда не сказал. То есть, постоянно люди думали, в каждую минуту я должен собираться ехать в Израиль. Я, по-моему, раньше говорил, у меня знаком был в Америке, и у него сестра, или тетя, не помню, жила в Америке. Она настолько верующая была, что у нее, он говорил, мне мой знаком говорил, он еще маленький был, ребенка, он говорит, я не знаю, почему-то у тети моей в квартире всегда был чемодан запакован. Я ей не спрашиваю, зачем тебе чемодан? Она говорит, когда Машия придет, нужно нам срочно уходить. Так у меня уже все готово. А то, когда я буду паковаться, нет времени. Вот такая ситуация была у Игоря здесь. Значит, из этих 19 остановок всего где-то, по-моему, я тоже не помню, посмотреть, нужно проверить, где-то 3. Одна была там, по-моему, где-то 25 лет, вторая была там 8 лет, а остальные мелкие, 3 дня там, 5 лет там, 8 лет там. То есть основные остановки много лет, скажем, 20 лет, было всего там 2 или 3 остановки. В общем, что он получалось 40 лет, но, опять-таки, это не было пропорционально. 40 лет, но 20, ну, не так, что каждые 2 года остановка, 2 года, было там 2 года, а потом 3 дня, 3 дня, неделя, а потом 20 лет. Вот это мы сейчас начинаем это изучать. И мы как раз проходим в главе. Следующая глава будет НАСО. А НАСО будет говорить... Это где? Это следующая глава... Это будет глава 4, пункт 21. И говорил Бог, обращаясь к Моше. Исчисли также общее число сынов Гершина, по отчинам Дома своих. Ну что, Михаил? Да, да. О, это на следующий раз. Так, сегодня мы, как бы, прошли быстрее, потому что мы сейчас, как бы, немножко изменили наш формат. Мы не читаем каждое слово, а мы, как бы, читаем общий смысл. Теперь, когда вы, ну, сами себя дома, скажем, на шаббат сидишь, оттроишься, зачитаешь, уже получается более представление, что это дело происходит, потому что мы здесь это в общих чертах, как бы, делаем путевой план. Вопросы, комментарии, ребята. Михаил, думки. Какие думки? Ну, вот в эту улицу мы говорили, что это, ну, 40 лет, ну, там первые два года, и последний там он описывает, да? Это как у Иисуса, там, по Иисусу тоже. Когда он родился, потом, последние несколько лет, там, а что он не же этим делал, там, столярничал, святоил. Вот, нет, ну, столярничал, конечно. Да, нет подробностей. Нет подробностей. А почему подробностей нет в таких вещах? Потому что... И тут тоже самое, да? Потому что нам, 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 это хорошее, хорошее обозрение, потому что, в принципе, Бог нам говорит. Я вам говорю то, что важно. То, что я сам не говорил, оно не очень важно. Но, кроме того, что не очень важно, мы сами можем, как бы, увидеться. Но чем же они еще занимались? Не нужно было ни работать в пустыне. Каждый день манна. Утром вышел манна. И туалет у него не надо. Во-первых, интересно то, что вы сказали. Туалетом у людей, поскольку манну кушали, по Туалмуду говорится, что манны были такие характеристики, когда у человека такая чистота душевная, то у него просто переработал желудок, а отходов нет. Испарял. Все проходит на положительное. На сто процентов приходит. Гигиена была жизнь. Гигиена была вот. То есть, а манна у него, это как бы духовная пища, так сказать. То есть, не было взрослых, буквально. А потом, в дальнейшем, когда уже перешли в Израиль, начали садить пшеницу, яблоки, фрукты, уже началась более обыденная жизнь, так сказать. Но почему всего этого не было в пустыне? Чем заниматься? По сегодняшним меркам? Ну вот, скот они знали, скот же надо кормить или как? Да, правильно. Потом они мясо же не кушают, они его что, не кушали? Было, да, да. Интересно, что тот скот, который у них был, в принципе, он делался не для того, чтобы иметь мясо, а для того, чтобы перевозить. То есть, валы делали перевозки. Как? Мясо, если нужно мясо, вот мы раньше читали, с неба перепелки падали. Перепелка, раз, как целая курица, раз, сварил, готов. То есть, все, что человеку нужно было есть, то есть, дело было такое, что по сегодняшним размерам, можно сказать, когда-то скучная жизнь была. Я хочу, если я плотник, мне что-то построгать хочется. Целый день сидеть, я с ума сойду. Мне нужно построгать. Если ты инженер, мне что-то посчитать хочется. Если ты капитан, ты хочешь на лодке поплавать. А тут сидишь целый день, ничего не делать. Но, опять-таки, у них было что делать. Они изучали Тору, они делали армию, то есть, они готовили, они делали ее в суд. То есть, они готовились, как бы, 40 лет к тому, что, когда мы придем в Израиль, нам нужно будет функционировать. Вот эти 40 лет нужно потратить на то, чтобы полностью скомпоновать, подготовиться к этому. То есть, дел было много. Но, с другой стороны, они были защищены от внешних условий. Вот по Талмуду было у них, как бы, 4 облака. Вверху, внизу, из 4 сторон. То есть, у них одежда не износилась. И росла вместе с ними. Рубашка стала большей, как ребенок растет. Туфли не вытерлись. Если все там, так подумать, вот сейчас мы в пустыне. Если в пустыне, жара. Сидишь в пустыне, а как? А как? Ну, были облака, божественные облака, так сказать, которые делали нам прохладу, тенек, очень-очень был приятным условием. Поэтому, в дальнейшем мы будем учить забегать чуть вперед. Когда ближе начали подходить к Израилю, Моисей послал не гонцов, а как бы шпионов, а следовать землю. Хоть Бог сказал ему, не послал. Разведчиков. Послал разведчиков. Эти разведчики были представители всех племен Израиля. самые лучшие, выдающиеся люди, хорошие люди, мудрецы, лидеры. И они пошли в Израиль, они посмотрели, говорят, что, ну, клубника была там с размером головы. Яблоки были с размером там огромного, все было непостижимо, какого качества. Они принесли, показали. И они сказали, вот мы принесли плоды Израиля, очень хорошо, но, несмотря на это, земля ест там людей. Израиль. То есть, все он там есть, но там есть и жители, которые живут, которые там, ну, дикари до этого, они могут у нас напасть, может быть, они не дадут нам жить нормально. Очень там будет сложно. Бог сказал, что не волнуйтесь. Помним, мы просто раз мечтали, пятеро вас будут гнать сто, пятьдесят вас будут гнать тысячу. Ну, это написано в Торе, а на самом деле я не очень в этом уверен. Потому что в них были свои сомнения, и поскольку нет сомнения, Бог сказал, а, ну, если вы, значит, мне не верите, я сказал, не бойтесь, идите. Если вы боитесь, проведите еще 40 лет в пустыне. Если бы они тогда не боялись, они уже в Израиле были тут же сразу, и все было бы нормально. То есть, Талмуд говорит, одна из причин, почему эти лидеры не хотели пойти, почему они принесли такой репортаж, что как бы не очень хорошо там в Израиле в то время было, потому что в пустыне они были руководители. В пустыне, представьте, вот этот ответ, я делаю аналогию, Московский портком. Вот мы говорили, комиссары и командиры. На мой, есть корабль, в советское время были комиссары. Если нет советской власти, какая работа у комиссара? Безработный. Комиссар нужен комиссар, в принципе, это надсмотрщик, над всеми остальными ребятами. Нужен капитан, нужен механик корабля, нужен там... Ботсман. Ботсман. А комиссар, для того, чтобы говорить, какая у тебя моральная ситуация, что ты там не убежал с корабля, не попросил политического убежища в Венгрии, так нужно сделать комиссара. Так, конечно, комиссар заинтересован, что была такая ситуация, что... Куда нам нужно идти? Давайте вовремя, чтобы у меня работа была. То есть, с какой-то стороны им нравилась эта ситуация, что мы сидим целый день, читаем Тору. Утром я проснулся, читаю Тору, учу-учу. А придешь в Израиль, там нужно садить семена, пшеницу, деревья, жарко, нет этих облаков. Это зачем нужна такая проблема? То есть, какое-то отношение, они побоялись трудностей. И поскольку они побоялись трудностей, Бог сказал, ну, если вы выйдете в трудности, вот вам 40 лет в пустыне, никто из вас не выйдет в Израиль. Из этого поколения в пустыне никто в Израиль, кроме нескольких исключений, о которых мы будем дальше читать. Никто из них не пошел в Израиль, только их дети пришли в Израиль. Он сказал, Бог, ваши дети маленькие, они пойдут в Израиль. А те, которые 20 лет старше, умрут в пустыне, в Израиль, и в Израиль не пойдут. Интересно получилось как? Талмуд, Медраж говорит, как получилось так. Каждые 40 лет люди, они не знали точно, кто умрет, и они копали могилу. Покопали могилу, человек думает, ну, если я умру, так я уже могилу уже выкрепляю. Он ложится в могилу и думает, ну, утром просыпается, никто не умрет, никто. Потом, на следующий день то же самое. С целыми 40 лет они никогда не знали, кто умрет. Не было такого, не было болезни еще в то время. То есть, когда человек умирает, раз, и все. До этого не болело ничего, просто раз, выключил. Через 40 лет получилось так, что они... Не, неправильно я говорю. Я неправильно сказал. После Израиля, стариков... Да, да, очень правильно я поправлю. Значит, они умирали. А, да. А на 40-й год получилось так, что никто не умер. Все вышли. Тогда они знали... А, вот так, я извиняюсь, поправляю себя. Тогда они знали, что все поколение, которое было обречено умереть в пустыне, закончилось. И после этого... А, теперь нам время идти в Израиль. То есть, то поколение, которое перестало умирать, прошло в Израиль, это те дети, которые... Продолжение следует...